Заседание провел исполняющий обязанности заместителя командира 10-го батальона Денис Чепурных. Старший лейтенант полиции начал с областной статистики. В 2017 году в целом по региону произошло 562 дорожно-транспортных происшествия. Чаще всего водители совершают наезды на пешеходов, столкновения, выезд на встречную полосу, не соблюдают дистанцию, нарушают скоростной режим. В качестве пассажиров произошло 10 ДТП, в которых 12 детей погибли. Основные моменты здесь, когда дети перевозятся с нарушениями и без нарушений ПДД. То есть 5 случаев без нарушений ПДД, 7 с нарушениями. То есть основные из них это 2 ребенка перевозились без использования детского удерживающего устройства, 2 ребенка без использования ремня безопасности и 3 являлись пассажирами мототранспорта. То есть мотоскутер без использования шлева. На территории обслуживания 10 батальона 1 полка ДПС «Северный» в прошлом году произошло 23 происшествия, в которых погибло двое детей. На территории 10 батальона было зарегистрировано 18 ДТП с участием детей. В прошлом году 15, в результате которых один погиб, и 20 детей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, 2 ДТП произошло с участием подростков старше 16, но моложе 18 лет. В целях усиления профилактической работы, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, в Одинцовском районе проводится ряд мероприятий по предупреждению о нарушении правил дорожного движения. Мы экспериментом сделали родительский патруль, попробовали, что это такое, в 11-й гимназии, Одинцовской родительской гимназии. Кристалинская Марьяна Николаевна была инициатором совместно с службами полиции, провести, попробовать в действии, что такое родительский патруль. Дальше по уже накатанному пошла Лесногородская школа, тоже проводили родительский патруль. И нам бы хотелось, чтобы в каждом образовательном учреждении родители проявили вот такую инициативу, конечно, непосредственно с привлечением педагогического коллектива. И в самых опасных участках дороги были все-таки родители приближены к этим местам, для того, чтобы помочь детям при переходе проезжей части, привлечь внимание водителей к таким опасным моментам. На круглом столе шла речь и о том, что многие родители не соблюдают правила перевозки несовершеннолетних и не следят за тем, чтобы у детей были световозвращающие элементы. Особо подчеркнуто, что сейчас в Одинцовском районе на пропаганду правил дорожного движения направлены колоссальные силы. Задача личного состава в том, чтобы дети Одинцовского района хорошо знали правила дорожного движения и руководствовались ими в жизни. Правила безопасности на дорогах, они должны знать наши дети, все как отче наш. Но для того, чтобы знать эти правила дорожного движения, наверное, не только школа должна работать, но должны работать и родители. И прежде всего родители, которые заинтересованы в безопасности своих детей. Поэтому вот эти правила поведения, они должны впитываться с молоком матери. Вот правила безопасного и законопослушного поведения нашими детьми. Замы по безопасности образовательных учреждений активно участвовали в заседании. Они попросили о помощи в организации подъездных карманов у своих учебных заведений. На круглом столе было отмечено, что на территории обслуживания 10-го батальона произошел рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Во избежание беды соблюдайте основные правила безопасного поведения на дороге.